В Таджикистане будут праздновать арийские праздники. Пять лет тюрьмы за намаз не по ханафитскому мазхабу. Рахман долгает Таджикистану долговую яму. По предложению правительства Таджикистана парламент рассмотрит проект поправок в закон о праздничных днях. Проект поправок предусматривает отмечать в стране 30 января праздник сада. Праздник сада был известен в регионе до Средневековья и отмечался как предвестник навруза, уходя своими корнями в зароастризм. Ярче всего традиции зароастризма проявляются в праздниках, к которым относятся Шаби-Ялдо сада, но в Рус – Мехаргон. Кроме того, согласно предложенным поправкам, правительство предлагает праздновать ежегодно 15 октября праздник Мехаргон и День сотрудников аграрного сектора. Также ежегодно отмечать 26 октября, как День сотрудников судов. Напомним, в этом году власти объявили рабочим днем День празднования Иди-Курбон, и Даль-Адха мотивирует это совпадением с 1 сентября – Днем Знаний, хотя официально Иди-Рамазон и Иди-Курбон всегда считались государственными праздниками. Таким образом, режим продолжает навязывать жителям Таджикистана чуждую и в корне противоречащую исламу культуру и ценности, с одной стороны, а с другой стороны запрещает и преследует проявление ислама в любой форме. На севере Таджикистана осуждены четверо жителей Сахдийской области по обвинению в участии в исламском движении «Салафия», сообщает информационное агентство «Азия Плюс». На скамье подсудимых находились четверо жителей Джамуата, Гулухона, Джабор, Расуловского района, 23-летние Мумин Садиков и Бахтиор Ахмадов, 20-летний Махмуд Файзиев и 39-летний Хамид Бойматов. Всех четверых жителей суд обвинил по статье 307 Прим 3, часть 2 «Организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации» УК РТ. В итоге суд приговорил каждого жителя к пяти годам лишения свободы. Напомним, что все осужденные были задержаны сотрудниками ГКНБ РТ Сахдийской области в июне 2017 года. По мнению председателя суда Садик Джона Вахуб Зады, они совершали намаз не по ханафитскому мазхабу, что и является составом их преступления. Сроки наказания осужденные будут отбывать в колонии усиленного режима. По оценкам Международного рейтингового агентства Мудис в 2017-2018 годах, внешний долг Таджикистана увеличится почти вдвое, составив до 55% от ВВП страны. Мудис прогнозирует увеличение долга Таджикистана в связи с внешним заимствованием, которое берется под предлогом необходимости достройки Рагунской ГЭС. В докладе рейтингового агентства, который был опубликован 20 октября, оценивается экономический потенциал экономик стран мира. В нем отмечается, что большую часть внешнего заимствования Таджикистан получил в иностранной валюте, но из-за курсовой разницы с национальной валютой с ОМОНИ, очень сложно будет погасить долг с процентами. По мнению таджикского экономиста Нур Сафарова, если страна своевременно не вернет долги с процентами, таджикской экономике будет грозить дефолт, то есть отказ от своих обязательств, что в капиталистической экономической модели означает крах. Также стоит напомнить, что правительство Таджикистана на сегодняшний день запросило ОМВФ кредит в размере 500 млн долларов. Кроме этого, в сентябре текущего года Таджикистан разместил и продал на американском рынке гособлигации на сумму 500 млн долларов, не считая предыдущие займы, которые были взяты у разных кредитных организаций. Наблюдатель отмечает, что президент Рахмон при визите в любое иностранное государство просит под разнообразными предлогами кредиты и инвестиции в арабских странах Китая и так далее. При этом остается открытым вопрос, куда деваются эти деньги и кто будет выплачивать эти кредиты. Продолжение следует...